В одном из предыдущих роликов мы уже разобрали скорость роста мышц и время, требуемое для восстановления, а также для суперкомпенсации гликогена. Исходя из тех данных, которые есть в открытых источниках, стопроцентное восстановление мышечных структур после сверхнагрузки происходит примерно в течение 14 дней, а суперкомпенсация гликогена от 24 до 72 часов в зависимости от тяжести нагрузки. Но, конечно же, это не конкретные математические данные, которые мы можем применить к мышечному росту в виде простой формулы. Типа тренируйте мышечную группу один раз в 14 дней и все будет расти. Нет, есть слишком много нюансов и переменных. К тому же совсем не обязательно ждать восстановления мышцы на все 100%. Тренировать группу можно и тогда, когда мышцы восстановлены условно на 90. Ну и в конце концов, скорость восстановления будет зависеть от множества факторов, таких как общее количество тренировок в неделю, общая нагрузка за тренировку, нагрузка вне зала и так далее. Вопрос в другом. Какой будет считаться норма набора мышечной массы и общего веса, скажем, за месяц или год? Есть ли вообще какие-то рамки? Как определить, оптимален ваш прирост или что-то идет не так? Для этого нужно разобраться, от чего вообще может расти вес. Первое, за счет общего содержимого желудочно-кишечного тракта. Особенно, когда вы садитесь на экстремальный набор массы и начинаете поглощать тысячи калорий, в том числе из таких трудноперевариваемых продуктов, как красное мясо. Потребляя большой объем калорий ежедневно, содержимое кишечника увеличивается и может дать неплохой прирост в цифрах. Второе, за счет банального отека, который, кстати, часто происходит при резком увеличении калорийности. Иногда смотришь на себя в зеркало и кажется, что под кожу закачали в воду. И теперь непонятно, как ее оттуда убрать. Кстати, не путайте отек с задержкой воды, например, от креатина. На самом деле, креатин задерживает воду в мышечных клетках, так же, как и гликоген, кстати. Сама молекула креатина или гликогена не может существовать в клетке без воды. Поэтому креатин больше увеличивает наполненность мышц, а не щеки и мешки под глазами. Следующее, за счет чего может увеличиваться вес, это рост жировой прослойки. Особенно у неопытных ребят, которые где-то прочитали, что для набора массы нужно есть по 100 пельменей в день. Профицит калорий, который нужен в том числе для оптимального набора мышц, должен быть умеренным. В соответствии с вашей физиологией и нагрузками. Если вы создаете ежедневный профицит в 1000 калорий, есть огромный шанс заплыть жирком. Но, конечно, не у всех. Эктоморфом это может сойти с рук, и то не всем. И эктоморф с животом не самое приятное зрелище. Поэтому профицит тоже нужно создавать осторожно, а не просто закидываться эклерами. Ну и, наконец, вес может увеличиваться за счет прироста сухой мышечной массы и увеличения объема мышечных клеток за счет циркоплазмы. Это нас и интересует в первую очередь. Но определить за счет чего у вас в этом месяце прибавка в 1 кг довольно сложно. А поэтому ориентироваться только на изменение цифр на весах как минимум неразумно. Один из главных факторов прогресса для натурала – это рабочие веса. Не на один или два раза, а в среднем на 10 повторений. И если вчера вы жали на 10 повторений 50 кг, а сегодня жмете 70, то однозначно мышцу вас стало больше. Может ли при этом вообще не измениться общий вес? Вполне, либо прибавка может быть несущественной, особенно у жилистых ребят. По практике скажу, что есть люди, чьи мышечные клетки буквально надуваются от интенсивных тренировок, а есть ребята, у которых этого не происходит и близко. Зато у последних мышц хоть и остается визуально примерно столько же, сама структура становится гораздо более плотной. И это очень хорошо видно, особенно при низкой жировой прослойке. При длительных тренировках за 5-10 лет тела таких ребят не прибавляют существенного веса, но становятся как будто высечены из камня. Как по мне, так гораздо эффектнее, чем большой объем без особого качества. Как быстро вы должны прибавлять в весе? Сказать сложно, и я бы ориентировался на два основных фактора. Рабочие веса на 6-10 повторений и отражение в зеркале. Если и то, и другое меняется, то все хорошо и можно двигаться дальше. Если нет, то нужно проанализировать вашу программу тренировок и план питания. А для этого, конечно же, обладать знаниями и периодически экспериментировать. В описании к этому ролику вы найдете все мои полноценные тренировочные курсы, спортивные добавки, которые я произвожу под своим собственным брендом, и другую полезную информацию. Переходите и изучайте. А с вами был Александр Добромиль. Пока!